к 91 122 приветствую вас на своем канале с вами варчик этим видео начинаю обзоры на прям танки из новогодних контейнеров к 91 122 так называемая имба что могу сказать коротко про этот танк я бы этот танк имбой не назвал но хорошим достойным прям танком 9 уровня вполне для меня лично это наверное один из самых лучших и один из самых приятных прям танков 9 уровня и всех которые у нас есть в игре но у него есть некоторые параметры которые не дают в полной мере раскрыться в роли какой-то там имбы поэтому я считаю этот танк вполне достойным хорошим давайте уже подробнее разбираться почему так во первых какое оборудование я могу посоветовать на этот танк досылатель стабилизатор закалка немного такой нестандартный набор оборудования почему так без закалки у нашего танка 1500 хп закалкой почти 1700 этого хп очень сильно не хватает поскольку это одно из худших если не худшее количество хп на уровне вы в бою будете встречать ст9 и у всех у них будет хп больше 1600 1700 даже возможно у некоторых там 1750 нас практически любая пт-8 с альфой 500 будет убивать за три тычки а у нас есть еще пт у которых альфа 850 они нас будут убивать за две тычки и когда мы пытаемся хоть в чем-то поучаствовать в бою а бои у нас часто бывают быстрые карты у нас часто попадаются коридорные так или иначе мы иногда подставляемся иногда мы тратим свое хп чтобы поучаствовать в бою что-то поделать а когда у нас хп очень мало нам приходится играть чисто как танк поддержки но в любом случае мы все равно иногда можем допустить ошибку и получить вот каждый урон который мы получаем в бою даже если это небольшая альфа 1 2 тычка все у нас хп нет вообще и так каждый бой и это очень тяжело такое ощущение что танк на котором вообще нельзя допускать ошибки но наверное он должен танковать если бы но он же не танкует корпус у него абсолютно не про броню пробивается очень легко еще у него есть такие красивые передние катки за которыми над гусеничная полка которая наверное ну легче некуда пробивается она под таким углом что просто вдоль переднего катка все пробивается вообще легко нлд большое сам корпус не особо бронированный в принципе пробивается легко про лючки я вообще молчу это какие-то жабьи глаза огромные как дополнительные две башни на башне пробивается очень легко и они очень большие занимают чуть ли не 30 процентов всей башни попасть в такое вообще легко единственно что в башне танкуют это между маской и лючками каемки там приведенки много они танкуют попадают туда чаще всего случайно поэтому назвать этот танк бронированным невозможно то есть у нас и хп мало и броня плохая большинство карт без закалки будет играться очень тяжело на какую-нибудь открытую карту где мы будем играть от маскировки от кустов можно поставить вторую сборку с вентиляцией чтобы стрельба была более комфортная перезарядка было получше у нас хорошее пробитие 252 бэбэшкой также 300 пробития кумулятивом невероятная альфа 440 это вполне себе прям жесткая такая альфа которая позволяет нам комфортно набивать урончик единственно что в этой альфе не очень это то что из-за такого большого дрына у нас орудие вниз опускается всего лишь на 6 градуса сведение у нас 2 и 2 получается если мы у экипажа изучим боевое братство поставим до паек и точность будет у нас еще 0 3 дпм почти 3000 перезарядка 9 секунд если мы поставим еще сверху вентиляцию место закалки то параметры еще немного улучшится но на некоторых картах закалка прям очень сильно нужно поэтому я советую сделать две сборки на открытую карту и на закрытые поскольку на закрытых картах городских всяких вы вообще не сможете нормально поучаствовать в бою поскольку любая одна две тычки все ваш танк уже ни в чем участвовать не может что у нас по мобильности удельная мощность 19 с хвостиком максимальная скорость вперед 55 назад 18 в принципе скорость нормальная максималка не прям уж большая но в принципе достаточно обзор у нас получается 450 без вентиля с вентилем еще немного больше танчик очень приятный комфортный единство что в нем еще стабилизации сведения не сказал бы что прям уж великолепно и если нужно прям маленький у земли зоны выцеливать и вы сходу останавливайтесь то это будет тяжело если вы стоите на месте уже заранее свелись то в принципе точность 0 3 нормально с ходу стрельнуть в какой-то бумажный танк на средней ближней дистанции еще как-то можно но когда ты разогнался и останавливаешься то видно что стабилизации сведения прям фу в целом если надо стрельнуть и куда-то прям попасть то нужно остановиться и продолжительный промежуток времени сводиться но в целом пушку кривой не назовешь такая приемлемая стабилизация как для такой альфы на девятом уровне конечно хотелось бы получше если отталкиваться еще от того что у нас хп очень мало и броня очень слабая но в целом танк получился в балансе нормальный приятный комфортный я бы прям супер имбо его не назвал но играбельным который не поломает рандом не поломает баланс и при этом на нем интересное приятно играть примерно вот такие танки нужно выпускать на мой лично взгляд я ничего прям плохого в этом танке не вижу удивительно что он у меня еще крит овался мало я вообще не помню что в нем хоть что-то ломалась такое ощущение что он внутри пустой и место что он у меня один раз загорелся в корму и все маскировка у нас получается 33 что в принципе нормально можно еще в полевой модернизации 3 процента прокачать и будет 36 также еще в полевой модернизации можно прокачать перезарядку и она у нас будет 87 либо точность и она у нас будет 028 здесь уже на свой вкус также еще точность можно на четвертом уровне полевой модернизации прокачать и на седьмом ну а на втором уровне полевой модернизации выбираем защиту от критов. В принципе вот такой вот танчик, как по мне вполне себе хороший, мне понравился, но имбой я его не назову. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, всем удачи и пока.